Актуальная тема Актуальная тема Сторонницей выступила новая уполномоченная по правам человека Анна Кузнецова Пока никаких официальных заявлений со стороны правительства нет Ну вот общественность, как я уже сказала, очень такая полемика идет оживленная Мнения разные Вот хочется услышать вашу позицию Вот что вы думаете по этому вопросу? Ну с этой проблемой мы уже работаем в течение пяти лет Я знаю практически каждую проблему женщины, почему она идет на этот шаг И знаю, что ни одной причины все-таки нет для того, чтобы сделать аборт Убить своего собственного ребенка Я, конечно же, тоже за запрет абортов Я также считаю, что почему граждане должны платить со своих денег То есть мы же, каждый из нас платит налог Почему мы здесь выступили против абортов Чтобы из... Да, да То есть почему мы должны оплачивать Ну по сути аборт То есть каждый из нас, кто платит налоги Мы оплачиваем производство абортов Конечно, я, допустим, как христианинка Я не хочу, чтобы это производилось И, конечно, я за Ну смотрите, мы же не говорим о запрете полностью Мы говорим только о том, что мы выводим Из-за обязательного медицинского страхования Ну вот некоторые эксперты говорят Что инициаторы письма к президенту Владимиру Путину Скажем так, подняли руку на Конституцию Хотят ее немножко что-ли исправить, что-то добавить Потому что, по их мнению, право на жизнь должно гарантироваться То есть не с момента рождения, а с момента зачатия То есть, в принципе, это фактически гарантирует В общем-то, этот полный запрет абортов Вам не кажется, что при этом Каким-то, не знаю, может быть, резким махом Исключаются права женщин У которых, может быть, какие-то заболевания Несовместимые с жизнью Или, может быть, в безвыходной ситуации Остаются те женщины, которым роды противопоказывают Или на ранней стадии УЗИ Какие-то уже уродства плода То есть, вот в этой ситуации как быть? Ну, то, что вы сейчас озвучили Там, конечно, если будут запрещаться аборты Будут в любом случае поправки Конечно, будут и по медицинским показаниям Это будет все учитываться Это в любом случае Но вообще, вот вы сказали, какие-то уродства Ну, вообще, когда... Ну, допустим, да, еще такие Да, ребенка вообще дает бог Просто очень много Также у меня в социальных сетях В наших группах по поводу Очень много было комментариев Да, и вопросов Но я вот как отвечаю, допустим Я считаю, если мы верим в то Что нам жизнь дается свыше Господь нам дает В любой религии Мы в том году снимали фильм И каждый, значит, религиозный представитель сказал Что да, жизнь дает бог Если жизнь нам дает бог То для чего-то он нам дал эту жизнь И по каким причинам мы должны ее останавливать Я считаю, что вообще Женщина не вправе решать Это отдельная жизнь Это уже другой человек И действительно Мы не можем решать за него Жить ему или не жить Бог дал нам жизнь Все А там просто всякие разные вопросы Допустим, если нечем кормить Или еще что-то Неблагополучная семья Это уже не важно Вообще, пять лет мы работаем И я хочу твердо сказать По нашей статистике Благополучные женщины приходят на аборт То есть, как малобеспечные женщины Они как рожали, они так и рожают Понимаете, вопрос идет не в том Что кушать нечего И та семья идет на аборт Нет Благополучная женщина У которой есть работа Деньги, муж Она просто Кто-то не хочет второго ребенка Кто-то не хочет третьего ребенка Кто-то не хочет терять работу То есть, на чаше весов Стоит жизнь человека И кредит, допустим Который она взяла Кредит она теперь Вот как она уйдет сейчас с декрета Как она не сможет кредит платить То есть, понимаете Здесь ценность жизни Совсем неправильная Не в то русло повернута Я понимаю Но получается, что Если все-таки на законодательном уровне Проект будет одобрен И будет внесен То поправки-то коснутся Получается же всех Не всех Обязательно будут Нет, как раз Будут поправки Как раз Таким будет По медицинским Конечно Никогда никто не запретит Все Да, то есть Здесь это сто процентов Такой не может быть полностью Все Запрет Конечно Если у тебя какие-то По медицинским показаниям Ты не можешь рожать Это, конечно, право женщины Ну, у нас есть даже женщины Были случаи Когда и с заболеваниями разными Они все равно рожали Прекрасно рожали Все у них хорошо Благополучно слаживалось Ну вот, а если Тоже такая ситуация Если, допустим, это изнасилование То вот здесь какой совет Может быть С точки зрения уже Опыта, работы, фонда Нет, у нас были случаи Ну, конечно, не так часто Но были случаи Когда женщину изнасиловали Ну, вот у нас были случаи Два случая Когда, например, женщина Все равно рожала Потому что ребенок Это все равно ее ребенок Я не знаю, конечно Что у нее было на душе На уме и на сердце Но она рожала ребенка И у нее все тоже складывалось хорошо Ну, это тоже Это уже должен психолог Работать с этой женщиной А вот случаи Ну, если О чем говорят цифры, статистика Сколько вот таких случаев С удачным, таким успешным, что ли Может быть Именно в жизни наших Было два таких случая Когда женщина все-таки Родила ребенка И все сложилось хорошо И точно знаю Что у одной женщины Которая родила Она вышла В дальнейшем замуж Сейчас она у нас Проходила через наш Реабилитационный центр Остров Надежды В Новой Брени, который находится Там она вышла замуж И сейчас родила она еще ребенка То есть у нее вообще все Отлично А что это за центр? Это какой-то дополнительный? Ну да У нас при фонде работает Наш приют Кратко я его так называю Вообще реабилитационный центр Где женщина Попавшаяся в трудную жизненную ситуацию Попавшая Беременная Либо только родившая Она приходит к нам Ей негде жить Либо ее муж бьет Либо у нее еще какие-то трудности Она к нам попадает И мы в течение 3-6 месяцев Должны решить ее проблемы Ну сообща, конечно И все сделать для того Чтобы все у нее было благополучно И она уже нас оставляет Ну все-таки если снова обратиться К цифрам Количество обращений Обращений куда? К вам К нам в каких случаях? Потому что все женщины Которые сейчас идут на аборт И где работают наши психологи В женских консультациях Они все идут То есть в месяц у нас Около 150 женщин Проходят через наших психологов Ну и из них Обычно 10-15% Отказываются от аборта Ну вот мы уже затронули немного тему Для значительной части населения Аборт бывает так Что единственный выход Поскольку просто нет средств На содержание ребенка Вот это подтверждает статистика Вот последний может быть период О чем говорит Чаще всего беременность прерывают Не подростки, а взрослые Замужние женщины То, о чем вы говорили Средний возраст Отправляющихся на эту операцию Вырос у нас сейчас до 29 лет Даже постарше Даже постарше То есть это в основном женщины Которые приходят Даже до 35 лет Это точно Вот я хочу Также прокомментировать Позицию правительства Позицию власти Зачитают стату Чиновники говорят Цитирую В стране ежегодно делается Миллион абортов А еще 7 миллионов Якобы неучтенные аборты Которые делают Разные коммерческие клиники Полный запрет абортов Даст ежегодный прирост Миллионов Я хочу здесь сделать пометку Что здесь отсылаются К якобы положительному опыту Польши На запрет абортов Но мы знаем Что печальную Эту ситуацию Демографически Этот запрет не решил В Европе Легальные аборты У нас разрешены Были после То есть в 50-е годы А в России Что они прерывали Что ли В Древней Руси Вообще прерывали Даже ядом Есть же такой же Пример Возможно Что-то и было Но до революции Был запрет В любом случае В прошлом Как у нас это было раньше А когда Нет Как было раньше Я не знаю Конечно понятно Что что-то было Ну конечно Не в таких количествах Это не было В таких количествах Каждый понимал Человек Что это Во-первых Всегда Духовная какая-то Часть была То есть что это грех Что это запрещено То есть сейчас То что сейчас запрещено Законом Допустим Запрещено Я не знаю Там воровать А если было Всем разрешено То есть я понимала Что я пойду Сейчас в сумочке Что-то возьму И у меня У меня за это Ничего не будет Это нормально То есть взять С чужой сумочки Что-то Это нормально Убить ребеночка Там чего-нибудь Он мне мешает Например Это нормально Мне за это Ничего не будет Конечно Это большое количество Это А если это Запрещено То конечно Человек не будет Это делать И мораль Понятно мораль Что это запрещено Почему Понятно Ну то есть Убийство ребенка И аборт Где-то убийство Это вообще одно и то же Это вот равно Это одно и то же Что живого ребенка Который бегает Его кто-то убьет И что женщина В животике кого-то Значит прекратит жизнь Это одно и то же Поэтому мы должны Запретить это А вот Ну тоже есть мнение Да Не боитесь ли того Что просто Аборты Удут скажем так В тень И Станут подпольными Да Другие у нас Проблемы Да Я тоже Этот вопрос Естественно Мы обсуждали Ну во-первых Это сегодня уже Другой день То есть сейчас Уже Вот к бабкам Какие сейчас бабки Сейчас уже Совершенно другое Во-первых Сейчас аборты В основном Идут медикаментозные Таблеточку пьют И думают Что это Ну если это Ранее Да Какой-то срок Если это ранее Ну это до девяти Кажется недель Насколько я помню А вот дальше Да Ну в основном Сейчас девушки Женщины идут Именно на малых сроках И ну конечно Я предполагаю Что будут подпольно Продавать таблетки Допустим Ну именно Инструментально Вот этого страшного Что будут смерть Я не думаю Что это так будет Будут конечно Продавать наверное Таблетки Все равно народ у нас И хитрится И что-то сделает Ну это уже не будет До такой степени Как сейчас говорят Что умрут люди Умрут женщины Что вот они При абортах Конечно такого не будет Как это было раньше Просто те у кого Может быть возможностей Нет Да Вот то о чем мы с вами говорили Единственный выход То просто они может быть Вообще будут делать это Где-то сами И тогда количество смертей Каких-то осложнений Может быть суицидальных Даже в каких-то случаях Вырастет Вот может быть Мы сейчас конечно Это только можем предполагать Что это возможно Будет как и будет Да Ну а то что сейчас Реки крови детей Это же Просто разные Чтобы варианты выхода были Да скажем Я считаю Что а почему ребенок Должен умер Ну если женщина решила Рискнуть своим здоровьем Ну это ее дело А то что сейчас Она полноправно Просто сейчас она идет Не запрещено Все нормально Ну только конечно Церковью запрещено Во всех религиях запрещено А в законам не запрещено Я пошла Она пошла и сделала это Я не думаю Я вот кстати Недавно читала статистику Также В какой-то стране запрещены И там Тоже боялись Что будут подпольные аборты И их не было Их не было Зря народ Ну боится Этого случая Ну вот Некоторые скептики считают Что попытки Вот ограничить Или вести такой вот запрет Да Это Ну скажем так Не столь забота о демографии Сколько вот просто попытка Государства Урезать в очередной раз Разбюджетные расходы Вот такое Смотрите Было с чего Кто поднимает эту тему Вопроса По абортам Вот вы вначале сказали Патриарх начал Ну вообще-то давным-давно Православие ведет Эту работу Да Точкой такой Явилось Подписание патриарха Анны Кузнецовой Заявление То есть Конечно Это не так Я вообще Конечно Да Откуда пошло Конечно Это не так Мы сейчас говорим О народе Мы заботимся О народе Потому что Спасенная вот эта женщина От аборта Вот мы считаем Например фонд Мы говорим всегда Нашим фондом спасено Сейчас на сегодняшний день Около 600 женщин Ой 600 детей Да Но на самом деле Это 1200 То есть Это 600 вот этих женщин Которые не совершили Смертного греха Аборта Они тоже спасены Понимаете То есть Здесь борьба идет Не только за этого ребеночка Но и за эту женщину Чтобы она А как у нас Батюшка Наш который курирует Всегда говорит Что на крови собственных детей Счастья не построишь А потом приходят женщины И говорят Я все живу Отлично Почему у меня то случилось А почему у меня ребенок заболел А почему у меня С мужем мы расстались А почему то Все Я же все правильно делаю Не вру Не обманываю никого Потом начинается исповедь Еще что Оказывается Что Пожалуйста Несколько абортов в семье было А это смертный грех Смертный Ну вот Давайте может поговорим Как раз таки Мы перешли о деятельности фонда Вот расскажите Как давно он существует Да И вообще Что привело заниматься Этой темой Вот лично вас Ну мы работаем Как я уже сказала Пять лет Почему я пришла И стала заниматься Ну я еще раз тоже скажу Повторю Что я православный человек И по Именно по религиозным Убеждениям своим Я считаю Что Женщину надо спасать Ребенка надо спасать Это грех И мы Каждый из нас Просто обязан И должен что-то сделать Для того Чтобы спасти Беззащитных Вот этих вот детей К этому тоже Как-то надо же прийти Да Может быть был какой-то случай Который сподвиг Нет Просто не случай Просто я знала Просто что А ну да То что это грех Я знала Все И была просто В Новосибирске Увидела опыт Значит Что оказывается Есть такая организация Которая борется с абортами Которая помогает Беременным женщинам Не то что говорит Все аборт И кстати Я хотела сказать Вот мы сейчас Подписи берем И там в пункте Там написано Запретить аборты Да И не только Запретить аборты И помогать Именно семьям То есть не просто Там запретите все Потому что сразу А как люди должны жить А как они должны Кормить детей То есть там тоже Это все учитывается То что Нужно конечно Что-то делать Именно с помощью Семье Женщинам Отцам Так Что я говорила Ну о деятельности фонда Как вы пришли Да Вот И в Новосибирске Я увидела Что женщины помогают Женщины отговаривают От аборта То есть не просто говорят Что запретить аборт Ой не делайте аборта Но и пожалуйста Мы вам будем помогать То есть они реально Предлагают помощь Мне это очень сильно понравилось Ну и приехав сюда Я предложила При нашей русской Православной церкви Открыть такой же фонд И вот мы его открыли Какая-то Не знаю Профилактическая работа Вот что ведется Да Какие-то направления У нас есть соглашения С министерством образования Мы уже пятый год Проводим профилактику Беседы с студентами Что это за беседа Да То есть это Нравственные основы Семейной жизни Где мы говорим О семье О целомудрии О нравственности О духовности Об абортах Конечно говорим То есть у нас показан Мы показываем ролик Мы его обсуждаем У нас диалог То есть дети это воспринимают Просто вообще очень отлично Очень радует их отношение К этой проблеме И вот у нас Да, мы очень надеемся На молодое поколение Что они выберут жизнь У нас все-таки У нас все-таки очень Скажем так Не развито Такое сексуальное образование В Бурятии Вот здесь Какие еще Ну скажем так Направления Какие еще беседы есть Потому что в основном Это у нас допустим Темы Каких-то венерических заболеваний И так далее На этом все обычно Сходится к нулю Вот что еще Нет, ну вот эта тема Которую я сейчас озвучила Мы их и проводим Все пять лет уже Да, все пять лет Это мы это И ну и мы конечно Стараемся на различные Наши мероприятия Всегда приглашать молодежь Чтобы они участвовали Волонтеры Чтобы они не просто там Что-то помогали делать Чтобы они вникали Что они делают Что они Ну я имею в виду Что это сейчас уже по абортам По защите жизни детей И всегда стараемся Именно с молодым поколением работать Ну и соцсети, конечно Это очень важный вопрос А женщина, которая вот на пути К этому шагу Сделать аборт Да, вот с ней проводится Какая-то работа тоже Да Такая индивидуальная Нет, ну вот я Да, в женских консультациях Каждая женщина Проходит консультацию Нашего психолога фонда Наши психологи Также обучаются Проходят различные семинары Повышают свою квалификацию Именно по доабортному Консультированию То есть работа Уже пять лет Она идет с каждой женщиной Индивидуально Плюс наш телефон Доверие фонда Где каждая женщина Может позвонить И рассказать Свою беду Или какую-то Ну что ее именно беспокоит И мы решаем ее Проблемы Вот не возникает ли Такой проблемы Да, что все-таки Многие же не хотят Слушать такие какие-то Нравоучительные беседы Нравоучительные лекции На эту тему Да, и у многих все-таки Это вызывает Ну скорее не любовь К будущему ребенку Скорее какое-то Ну не знаю Раздражение Может быть даже Психологи умеют Разговаривать Психолог Это не тот Кто что-то Перебеждает И он Ну грамотные психологи Они умеют Разговаривать с женщиной И женщина Сама принимает решение Ну вот На сайте Я посмотрела В фонде Трудятся два психолога Да Есть такая информация Два социальных работника Координатор Три уже Благотворительных программ И также около Десяти добровольных помощников Ну вот Да У меня Вопрос такой возникает На что живет фонд Супсидируется У нас еще В течение лета Сейчас вот за лето Еще пять филиалов Все-таки содержать такое количество Пять филиалов еще открылось По районам Просто вы еще Может быть там нет информации Может быть Ну вот то, что есть Это тоже важно Потому что в тех районах Где большое количество абортов Мы выбрали пять районов И поставили тоже своих психологов И также они работу проводят там По деньгам Конечно фонд На что-то жить Живет на пожертвования людей То есть обязательно У нас в каждом православном храме Стоят ящики пожертвования Где каждый может Положить свою лепту Если он хочет помочь Беременным в основном женщине То есть кому мы помогаем Это детишкам Пожертвования Мы тратим на детское питание Лекарства Оплачиваем психологов Ну и все-все Что нужно для детей Закупаем Скажем Каков годовой бюджет Что ли фонда И конечно У нас Мы обязательно участвуем В грантах В конкурсах Московских Здесь в Улан-Удэ Улан-Удэ у нас небольшие У нас в год по 300 тысяч Ну Разыгрывается Так сказать Вот если мы Значит Выигрываем этот грант Мы 300 тысяч получаем Ну ежемесячно Наш фонд тратит Ну около 100 тысяч Это минимум На помощь Именно беременным женщинам Потому что На сегодняшний день У нас около 100 подопечных Семей Которые Каждую неделю Получают с нашего Гуманитарного склада Помощь У нас два склада Один вещевой склад А второй Куда мы закупаем Все продукты Детское питание Бытовую химику Кто помогает Может быть Кто основные Есть несколько людей Которые нам помогают Есть вот эти конкурсы Где мы выигрываем деньги Есть эти ящики пожертвования Но всегда Конечно Мы всегда нуждаемся Есть допустим Иногда в социальных сетях Мы пишем про какую-то женщину Которая очень нуждается Да Рассказываем о нашей деятельности Люди Так же Ну и призываем конечно пожертвовать Потому что конечно Без помощи Людей Просто мы не можем Оказать ту помощь Которую действительно Нужна детям Кто к нам обращается Вот я хочу еще Такой вопрос задать Вот у нас Такая практика Почему-то сложилась В стране Что у нас методы В основном Такие какие-то запретные Да А здесь Обязательно ли запрещать Может быть Что-то вот Какие-то другие варианты Выработать Все-таки Нет Ну вот смотрите Пять лет мы работаем Но какие другие варианты Мы так уже стараемся И помочь И профилактику провести В частности Именно введение запрета Я поняла Ну я думаю Да И медицинские Конечно обязательно Ну вот Что касается Вот деятельности психологов Как ведется работа с ними Как вы Отбираете Может так сказать Для работы Да Ну конечно Самое главное Чтобы человек Не даже не то Что Это даже я не на первом На первое место Я ставлю Чтобы человек действительно Болел этой проблемой То есть Что обязательно Чтобы она сопереживала Чтобы она конечно Была За сохранение ребенка Второе уже конечно Ее профессионализм Психолога Потому что Многие эксперты говорят О том Что уровень подготовки Наших психологов Сегодня в Бурятии Он очень низкий Нет Он низкий Но я еще раз Замечу Что наши психологи Которые конкретно Работают По доабортному Консультированию Они именно В этой сфере Всегда Повышают Свою Свою Квалификацию Что семинары Проходят Есть у нас сейчас Удобное онлайн Обучение То есть С Москвой Мы всегда Сообща Проводим Учебу То есть У нас Как бы Конечно Какая-то связь Постоянная Какое-то обучение Ну вот еще Одну тему Затрону Вернее Еще одно мнение Озвучу Говорят о том Что возможно Эту тему Вопрос поднимают Сейчас Ну чтобы Отлечь внимание Перевести Точнее Внимание Ну как вот Часто это бывает Уйти от Реальных Экономических Проблем Или Вот Пока Идет такое Бурное обсуждение Протащит Какой-то другой Законопроект Всегда же нужно О чем-то говорить Пусть поговорят На этот раз Сегодня Мы действительно Можем получить Поддержку От церкви Тысячи активистов Тоже естественно Подпишутся Не думаете ли вы о том Что с принятием Законопроектов Все-таки И стоимость Услуги Тоже в разы Увеличится В коммерческих клиниках А в коммерческих клиниках Допустим Да Ну я про это Честно говорю Не задумывалась Повысится какая-то Я даже об этом Вообще не думала Я об этом вообще не думаю Что повысится там Или нет Ну вот Есть возможность Озвучить Ну Мы же можем прийти Вот еще К одной проблеме Ну вообще Нужно еще подумать Что если запретят аборт И если это будет Очень строго Если это будет По медицинским показаниям Может быть Это вообще Будут они проводиться Только допустим В государственных учреждениях А не в частных Например А в частных учреждениях Они же бесплатно Все равно Ну так Если они выйдут Из страхования То конечно Ну возможно Будет и цена Какая-то другая Потому что сейчас Они все равно Другая Да Возможно Ну возможно Да И скорее всего Какая-то Не знаю Будет в стране Какая-то революция Просто на эту тему Да Ну как считаете Ну конечно Потому что обсуждение Сразу стало Тихо спокойно Точно не пройдет Да-да-да Потому что Конечно Я понимаю Людей Которые говорят Вот это вот Все Вот это Против Которые считают Что нет Нельзя запрещать аборты Что будет то Всего Что очень сложно И так жить Ну нужно В первую очередь Тогда в семье Воспитывать Правильно Детей Чтобы они знали О каком-то целомудрии Я не знаю То есть Чтобы была какая-то Профилактика Ведь Можно же не забеременеть Да Вот если девочка 13 лет Ну вот так вот На нее получилось Да Это семья Понимаете Сейчас Настолько Проблема Семьи Она такая Страшная Эта проблема Именно и отцовства И семьи Что в семье Сейчас озабоченные Зарабатывать Ну я понимаю Конечно Тяжелая жизнь И так далее Нужно заработать Деньги И так далее Мама с папой Не могут уделить Внимание Должного Своим детям Дети Они вообще Практически Без духовно-нравственного Воспитания В школе Воспитания В школе этого не дают То есть откуда им знать Да Конечно Нужно в первую очередь Работать над своими детьми Заниматься ими А все-таки Если вот такая ситуация происходит Ну ваш совет Ваше мнение Тож 13 лет А есть беременность Что делать Я так понимаю Что Вы против Обратить Да Я сразу Переди учеба Что у нас даже Например Мы обсуждали с министром Здравоохранения Эту тему И он всегда Что у нас же Так же соглашение Между министерством На здравоохранение И министр Он сказал Что мы в первую очередь Должны Обязательно Бороться За девочек Которые Молодого возраста Чтобы они аборты Не делали Потому что Это бесплодие Сейчас актуальная Какая актуальнейшая Проблема Бесплодие Сейчас же Женщины Семьи Вы же наверное Тоже знаете И слышали Что не могут забеременеть Огромное количество Семей Не могут иметь детей Отчего Не могут иметь детей Потому что Первый аборт В молодом возрасте Если у нее какая-то Безвыходная ситуация А какая нет Безвыходная ситуация Нет Нет поддержки Есть Но мы ее поддержим Пожалуйста То есть у нас все равно Есть какая-то поддержка Мы ее поддержим У нас же Люди Которые уже Мы 5 лет работаем Мы отговорим женщин Если эта женщина Отказывается от аборта Если она нуждается в помощи Мы ее Ведем Несколько лет Мы помогаем Полностью ей Все что для нее нужно Мы говорим Я лично говорю Не делай аборт Я лично буду тебе помогать Если ко мне кто-то обращается Если не через психолога А если вот лично мне Я буду лично помогать У меня есть такая возможность Мы будем направлять Направлять к вам Направляйте Я готова каждой девочке помочь Лишь бы она Не сделала аборта Надежда Матвиновна Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию Спасибо за интересную беседу На этом все Спасибо До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому